Секретная операция, провальная супергероика, необычные триллеры и приключенческая комедия. Здравствуйте, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас 5 новых фильмов, которые в этом году уже получили цифровой релиз. А еще мне будет безумно приятно, если вы меня поддержите. Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментируйте запись. Располагайтесь поудобнее и приятного просмотра. Операция «Мясной фарш». Экранизация популярной одноименной книги Бена МакКентайра, снятая Джоном Мэдденом. Она рассказывает о реальном историческом случае, грандиозном обмане, совершенном группой британских оперативников в 1943 году. Поскольку это факт истории, то не будет спойлером, если я скажу, что речь в фильме пойдет о дерзкой операции по отвлечению внимания, совершенной с помощью трупа, снабженного фальшивой личностью, тщательно продуманной историей и поддельными планами вторжения союзников, чтобы обмануть немецкие войска относительно предстоящей настоящей высадки в Сицилии. В главных ролях снялись Колин Фёрд, Мэтью Макфеддиан, Келли Макдональд и Пенелопа Уилтон. И несмотря на то, что это оригинал для Netflix, фильм получился довольно живой и снятый с вниманием к деталям, что на стримингах бывает не так уж часто. «Чудовище» – малобюджетный фильм с небольшим актерским составом и вечно молодой Кристиной Ричи в главной роли. Событие фильма происходит где-то в Калифорнии 50-х годов. Разведясь с жестоким мужем, молодая женщина с семилетним сыном Коди переезжают жить в отдаленный дом в лесу. Мальчик чего-то отчаянно боится, но мать его страхом не верит. Однако вскоре ей предстоит самой убедиться, что по ночам из близлежащего водоема выбирается мерзкое чудище и пытается навредить ее семье. У «Чудовища», как и у большинства фильмов с небольшим бюджетом, есть очевидные проблемы и плюсы. Сценарий, написанный Карл Крест, не может похвастаться оригинальностью, и сюжета, который бы действительно захватывал, здесь нет. На самом деле, местами он был до обидного предсказуем, а сам фильм оказался слишком спокойным и медленным. Тем не менее, я все равно могу его рекомендовать к просмотру. С визуальной точки зрения, в плане кинематографии он действительно хорош. Отличные спецэффекты, которые действительно перекрывают моменты, не раскрытый сценарием. И превосходный саундтрек. Морбиус. Главный победитель в номинации «Фанатский хейт 2022». Основной сюжет, как нам показали в трейлерах, заключается в том, что Майкл Морбиус, гениальный доктор, пораженный редкой и ужасной болезнью крови, задавшись целью найти лекарства для себя и других ему подобных, видит возможное спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. Опыт вызывает неожиданную реакцию, он меняет тело Морбиуса, превращая его в кровожадного монстра, и Майкл с головой уходит в приключения. Все это есть в многочисленных маркетинговых материалах и интервью, появлявшихся последние два года. Увы, одна из главных причин катастрофического провала фильма, в нем совершенно нет никакой связи ни с другими фильмами Marvel, ни с MCU. По сути, все, что мы как зрители видели в трейлерах, в этом фильме отсутствует. Возможно, что виной этому вмешательство руководства студии или неправильно смонтированные промо-материалы, обещавшие того, чего здесь нет и не было бы. Но факт остается фактом, все ждали историю про антигерой из мира Человека-паука, а получили поделку на супергероику. И, конечно же, нельзя забывать про возрастные ограничения. Такие фильмы, как Веном и Морбиус, должны иметь рейтинг R. Они были бы значительно лучше, если бы их не сдерживали. И оправдание про количество потерянных бы от ограничений зрителей не катит. Те же Дэдпул и Логан оказались крайне успешными. И даже в отличие от все еще неплохого Венома с детским рейтингом, Морбиус оказался ужасен и в большинстве других аспектов. Сюжет разрознен, диалоги слабы, и глубина характеров едва заметна, отношения поверхностны. Но все это можно было бы простить, если бы были потрясающие, захватывающие экшен-сцены. Однако все было смазанным и темным, увязшим в неразборчивой мешанине CGI. С точки зрения технического кинематографа и экшена, это полный беспорядок и ужас. И тем не менее, даже этот фильм стоит посмотреть, если вы этого еще, конечно же, не сделали. Морбиус просто кладезь мемов. Эпичный фильм не получился, но хотя бы посмеяться, там точно есть чего. Полночь Глухая девушка Кён Ми работает в контакт-центре для помощи клиентам с нарушением слуха. Однажды поздно вечером по пути домой она видит в темном переулке еще живую жертву орудующего в округе маньяка и, решив ей помочь, сама становится объектом преследования серийного убийцы. Полночь обладает действительно неплохой предпосылкой и потенциалом, который, увы, полностью реализовать не сумели. Виной тому стали проблемы, характерные для многих фильмов, снятых для трансляций. Глупые сцены, непродуманные персонажи и надуманные ситуации. Тем не менее, актеры сумели хоть как-то спасти этот триллер. Игра действительно неплохая. Тем более, что нарушение слуха героини привносит в сценарий фильма оригинальность и открывает возможности для нестандартных сюжетных решений и пары неожиданных поворотов. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока! Пока!